Там кладбище, а дороги до могил 7 метров. Валентина Ивановна живет в станице Гастагаевской на улице Комсомольской. Рядом с ее домом нет света, хотя столбы стоят. Там жуткое состояние, там ни одной лампочки нигде нет. Мы купили фонари, три штуки. Помогите, чтобы их повесили. Чтобы освещение было. Это же все-таки не мой двор, а улица. Глава поручил городскому управлению ЖКХ максимально оперативно решить вопрос. Там пояснили, до ближайшего источника электричества порядка 150 метров. Но для того, чтобы определить подрядчика, необходимо провести конкурс. Берем на контроль, вот, Армен, до марта, значит, до марта. До 8 марта. Мы приходим, и на 8 марта говорим, вам подарок, а я тебе. Восстановить освещение во дворе попросили и жители 140-го дома по улице Владимирской. К исполнению поручение главы приняли немедленно. Свет нам дали просто в течение трех часов после приема у мэра. Большая благодарность Людмиле Витальевне Печенкиной из ЖКХ. И она просто держала все эти три часа. Включение света возле нашего дома на контроле. Она всегда была на телефоне и звонила мне просто каждые 20 минут. А я вот ходила и смотрела людям, работникам, рабочим. Большое, большое спасибо. Вместе с тем, разбираясь, почему отключили свет, жители выяснили, что по документам фонари, которые стоят во дворе, находятся на другом участке земли. Когда-то это был единый комплекс, однако застройщик умер. Этот дом достраивает другой инвестор. Рядом за забором муниципальная земля. В апреле прошлого года участок взял в аренду предприниматель, чтобы построить многоэтажный дом. При этом по документам не только стоянка, но и половина проезда находятся на соседнем кадастровом участке. Когда застройщик строил этот дом, начинал строить этот дом, он говорил и обещал людям, что здесь будет детская площадка, парковочные места, зона отдыха. Ну, посмотрите, сколько вокруг домов нет зоны отдыха. Юрий Поляков поручил досконально разобраться в ситуации. В целом же он потребовал от подчиненных быть максимально честными с людьми. Вот мы когда пишем, ну ставьте у себя на контроль, деда, что в 18-м году. Вот помнишь, я тебе рассказывал о примерах с электросетями. В 11-м году сделаем, в 13-м, а я потом говорю, а если в 13-м, ну скажем, что в 15-м. То есть зачем? Скажите сразу, нет такой возможности, когда говорим, надо выполнять. Кроме того, глава призвал городских депутатов активнее участвовать в жизни территорий. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.